В процессе обсуждения тех кандидатур, которые рассматривались на пост президента Башкирии на смену уходящему Рахимову, конечно же, Хабиров играл ключевую роль. Примерно в течение месяца Хамитов полностью обнулил все договоренности, которые были у него с Хабировым. Радий Фаретович Хабиров учился в университете Белькант, город Анкара. Это частное учебное заведение. Роль Хабирова в истории с захватом фактически партии «Правое дело». О роли Хабирова в присоединении Крыма к России практически не знает никто. Настоящий обзор и настоящий анализ команды Хабирова и самого Хабирова в данный момент не ставит своей целью критиковать эту команду, каким-то образом ее принижать или оскорблять. Однако основной целью этого обзора является желание и стремление понять те перспективы, которые образуются у республики Башкортостан с приходом новой власти. Очевидно, что Хабиров пришел в Башкортостан всерьез и надолго. Есть предположение о том, что в его планах руководить регионом 11 лет фактически, то есть два срока плюс то время, которое ему отпущено до первых выборов в сентябре этого года. А, соответственно, было бы неплохо понять, что нам сулит приход Хабирова, что может быть, чего не может быть, на что он способен, откуда вообще он взялся. Ведь на самом деле, несмотря на тот флер, который образуется вокруг Хабирова как человека исключительно башкирского, нашинского и тому подобное, мы, на самом деле, очень немного знаем про самого Хабирова. Широкие круги общественности вообще практически про него ничего не знают. Его 10 лет не было в регионе, а до этого он был руководителем администрации Рахимова, завершил свою карьеру в Башкирии в этой должности. И даже в этой должности он не был знаком широким кругам общественности, настолько, насколько традиционно известен в регионе всем руководитель, губернатор, президент, как угодно будем называть его. Потому было бы полезно подробнейшим образом проанализировать и трудовой карьерный путь Хабирова, и те обстоятельства, которые сопровождали его на этом пути. Вообще, конечно, для политика, публичного политика подобного ранга, подобного калибра, необходима полная открытость его карьеры, его биографии. Желательно, чтобы в ней не было никаких темных пятен, или белых пятен, как угодно их называйте. Однако у Хабирова этих пятен предостаточно. И я попытаюсь сейчас и впоследствии найти ответы на те вопросы, которые возникают в связи с этими загадочными обстоятельствами в его карьере. Я не буду отдаляться в историю очень далеко в смысле того, что охватывать этапы трудового пути ради Фарита Чахабирова, когда он был солдатом или фрезеровщиком. Начнем сразу с его поста руководителя Института права, который он занимал с 2006 по 2008 год. Очень много всевозможных легенд и преданий ходит в юридических кругах республики об этом периоде работы Хабирова. Я бы не хотел пересказывать байки и всевозможные сплетни, связанные с какой-то дикой, фантастической коррупцией, которая царила в то время в этом высшем учебном заведении. Мне бы не хотелось анализировать те схемы, которые, опять же, существуют в легендах и преданиях юристов, которые учились или учили будущих юристов в то время. Но мне совершенно непонятно, каким образом господин Хабиров переместился с поста руководителя Института права на пост руководителя администрации Муртазы Губайдуловича Рахимова. Наверное, я буду часто оговариваться, путая фамилии Хамитова, Рахимова и Хабирова, потому что они настолько все сплелись исторически и в смысловом плане, что трудно, наверное, будет не оговариваться в этом деле, но я постараюсь быть точным. Так вот, в 2008-2009-2010 году Радий Хабиров работает в администрации тогда еще президента Республики Башкортостан Муртазы Рахимова. Молодой, активный, резкий, решительный. Он сразу занял такую очень ключевую позицию в иерархии башкирской власти. Напомню, что в то время должность руководителя администрации президента была мега важной. Наверное, с уходом Хабирова с этой должности значимость этого поста стала все уменьшаться и уменьшаться, со временем превратившись, в общем-то, в техническую, как вот сейчас, например. А тогда это был человек номер два в республике, без всяких оговорок. Никакой премьер-министр и никакой председатель госсобрания Курултая даже близко претендовать не мог на тот уровень власти, которым обладал Хабиров в то время. И в это время, конечно, Хабиров очень активно занимался и хозяйственными, и политическими вопросами. Существовала масса конфликтов, в которых участвовал Хабиров. Существует мнение о том, что Хабиров принял непосредственное деятельное участие в формировании корпуса судей в республике Башкортостан. Поговаривают о том, что даже сейчас подавляющее большинство действующих мировых судей и судей районных судов во многом именно Хабирову благодарны своими постами. И мы должны понимать, что возможность влияния и контроля на судебную систему в регионе это гигантский колоссальный рычаг, который характеризует человека, который его создал фактически, потому что Хабиров, как никто другой, понимал, что тот, кто владеет судами, тот фактически владеет миром. Но карьера Хабирова на посту руководителя администрации президента Муртазы Рахимова внезапно оборвалась. Надо, наверное, вспомнить о том, что период заката власти Муртазы Губайдуловича был характеризован такими, скажем, прямо параноидальными явлениями. Внутри администрации пика достигли всевозможные заговоры, всевозможные интриги. И вот, в общем-то, наверное, жертвой одной из таких интриг и пал ради Хабиров. Добрые люди нашептали Муртазе Губайдуловичу, что молодой и амбициозный политик метит ни много ни мало как воевого кресла, собирается стать следующим президентом Республики Башкортостан и ведет об этом активные переговоры в Москве. Действительно, в то время Хабиров очень много времени проводил в Москве, заводил очень полезные связи. Одной из этих наиполезнейших связей была тесная связь с влиятельнейшим чиновником администрации президента России Владиславом Сурковым. И эта связь в дальнейшем сыграла очень серьезную роль в судьбе самого Хабирова. Так или иначе, злые языки нашептали Муртазе Губайдуловичу о том, что ради Фаридовича пора смещать с должности, пока не поздно. Разные есть версии о том, кто же были застрельщиками вот этой расправы с Хабировым. Называют и фамилию Сарбаева, называют и фамилию Толкачева. Про Толкачева я, пожалуй, бы уверенно говорил о том, что он действительно был одним из инициаторов вот этой травли Хабирова. Ну, так или иначе, Муртаза Губайдулович не выдержал и дал команду ФАС. Ну, помятуя о том, как тогда была устроена власть Башкирии, исполнительные псы режима кинулись выполнять задачу, поставленную их с Сюзереном. Немедленно Хабиров был обвинен во всех смертных грехах, было заведено уголовное дело в связи с определенными коррупционными предполагаемыми правонарушениями ради Фаридовича. Партийный аппарат партии «Единая Россия», собравшись на внечередное заседание, осудил в лучших традициях 1937 года и практически единогласно исключил Хабирова из партии «Единая Россия». Надо отметить, что единственным человеком, который не голосовал за исключение Хабирова из партии «Единая Россия», был Рустам Ахмадиноров. Этот аттракцион поразительной верности, я бы сказал, даже в тот момент безоглядной верности своему хозяину, конечно же, сыграл впоследствии существенную роль в судьбе самого Ахмадинорова. Об этом мы поговорим чуть позже. Ну, в общем, факт остается фактом. Рустам Ахмадиноров единственный, кто не голосовал за исключение радио Хабирова из партии «Единая Россия». Хабиров понимает, что дело пахнет керосином, и вот-вот может случиться самое страшное, а именно дойдет дело до ареста и, в общем-то, предания суду. Маховик крутился все скорее и скорее. Хабиров практически конспиративно покидает Башкирию, выезжает в Москву, и вот тут ему на помощь приходит Владислав Сурков, который заступается за него в администрации президента и добивается того, что Хабиров получает должность в администрации в Кремле, что фактически спасает его полностью от всех проблем, которые у него сложились в Башкирии. Кремль дал отмашку и закрылись все уголовные дела, прекратились все гонения на Хабирова, он даже впоследствии восстановился в любимой партии, и Хабиров остается работать в Москве. Он тесно сотрудничает естественно с Сурковым, выполняет все его поручения. Вообще он в Москве, работая в управлении внутренней политики и занимаясь взаимодействием с Госдумой и думскими партиями, Хабиров еще параллельно выполнял всевозможные спецзадания, о которых мы тоже поговорим подробно позже. Выполнял эти спецзадания очень успешно и вообще проявил себя человеком очень способным к сложным комбинациям, к сложным схемам, всевозможным заговорам и реализации очень непростых задач. На самом начальном этапе Хабиров окружая себя связями и контактами очень сильно помогал молодому тогда политику господину Володину, что-то уже впоследствии с Торицей ему отлилось, потому что Володин в определенный момент обогнал Хабирова по карьерной лестнице, но не забыл своего товарища и вот эта тесная дружба с Володиным дала возможность Хабирову хорошо продвигаться по карьерной лестнице в Кремлевской администрации. Ну, наступили времена, когда стало понятно, что пора менять Муртазу Губайдулча Рахимова на кого-то другого, и Кремль озаботился выбором нового президента Республики Башкортостана. В далеком уже 2010 году начались судорожные поиски сменщика Рахимова. Как и традиционно сложилось в России, запасных у нас очень мало, список был короткий, и, в общем-то, ни одна из фигур, которая была в этом списке, не была очевидной. Казалось бы, что было бы логично, наверное, рассматривать и самого Хабирова на пост президента Республики Башкортостан в тот момент, но кому-то в Кремле показалось, что это будет преждевременно, хотя бы потому, что слишком уж свежи были вот эти конфликты, которые бушевали вокруг фигуры Хабирова во власти Башкортостана, и в Кремле заопасались, что придя на пост президента Республики Башкортостан, Хабиров немедленно начнет мстить. Учитывая его характер, человека, в общем-то, жесткого, с хорошей памятью и по-хорошему, наверное, злого, Кремль, наверное, обоснованно беспокоился о том, что в Башкирии начнется политическая резня, что, собственно, не приведет, наверное, к стабильности и эффективности управления, и потому кандидатура Хабирова в тот момент была отвергнута полностью. Надо сказать, что Радий Фаридович отнесся к этому достаточно философски, то есть не стал добиваться и не стал опровергать этих аргументов, и наряду с этим он, в общем-то, остался ключевой экспертной фигурой в Кремле. Я имею в виду то, что в процессе обсуждения тех кандидатур, которые рассматривались на пост президента Башкирии на смену уходящему Рахимову, конечно же, Хабиров играл ключевую роль, и он во многом определял это решение. Находящийся в списке претендентов третьим номером Рустем Хамитов правильно понял раскладку в Кремле и пал в ноги радио Хабирова с просьбой поддержать его кандидатуру. Хабиров, в принципе, согласился поддержать кандидатуру Хамитова, но на определенных условиях. На условиях, скажем так, определенного некоторого влияния внутри республики, на условиях, скажем так, каких-то контроля каких-то направлений и так далее, и так далее. Я не буду конкретизировать эти условия, потому что, на самом деле, это было бы неэтично, наверное, никто не в другой фигуре. Но Хамитов, понимая, что позиция его сверхслабая, согласился на все условия безоговорочно. Хабиров поддержал фигуру Хамитова при обсуждении в Кремле, и Хамитов пришел в Башкирию и стал президентом республики Башкортостан. Далее случилось поразительное, странное, страшное, глупое, эпитетов, наверное, не счесть этому событию. Примерно в течение месяца Хамитов полностью обнулил все договоренности, которые были у него с Хабировым, в кратчайший срок разогнал всех людей, которые считались людьми Хабирова, и фактически объявил войну своему благодетелю, человеку, без которого он не смог бы стать президентом республики Башкортостан. Война эта длилась весь период правления Рустема Хамитова, она иногда затихала, иногда обострялась. Надо сказать, что Хабиров не оставил безответно вот этот чрезвычайный поступок Хамитова, в общем-то в простонародье это называется обыкновенная кидалова, и весь период фактически пребывания Хамитова на посту Хабиров незримо присутствовал в республике Башкортостан, организуя всевозможные процессы издалека дистанционно настолько, насколько ему это было возможно. Доходило даже до того, что Хамитов напрямую жаловался в Кремль на воздействие Хабирова, жаловался Хамитов лично Путину трижды. Первый раз, когда пожаловался Хамитов на Хабирова, в общем-то была такая нормальная реакция, это был первый год правления Хамитова, и как бы надо помогать молодому губернатору. Володину был сделан выговор о том, что его сотрудник что-то интригует в регионе, и Хабиров на некоторое время затаился, даже сделал такое громкое показательное заявление в управлении внутренней политики о том, что нас не интересует Башкортостан. Сделано это было очень демонстративно, чтобы, как говорится, до кого надо дошло, и дошло до кого надо. на некоторое время конфронтация была заморожена, но впоследствии она продолжилась. Хамитов еще дважды жаловался Путину на Хабирова, эффект уже был незначительным, а потом и нулевым, в конце концов Путин уже рассердившись сказал, что вы же губернатор, давайте как-то сами решайте свои проблемы. Эта конфронтация действительно происходила весь период правления Хамитова. Хабиров не забыл обиды, и тем триумфальнее был его приход к власти в 1918 году. Прежде чем мы будем обсуждать приход Хабирова в Башкирию в 1918 году, надо поговорить о периоде с 1916 года. В 1916 году Володин, руководитель, первый замруководитель администрации президента Путина, фактически потерпел фиаско, ему было поручено заниматься выборами в Государственную Думу 1916 года, в определенном смысле он это поручение провалил, и был отправлен собственно командовать этой Думой. Ну, с уходом ключевого сотрудника администрации президента, а первый заместитель руководителя администрации президента это фактически и есть самое главное действующее лицо в этой структуре, потому что руководитель администрации традиционно над процессами, был это Иванов, был это сейчас и есть сейчас это войно, эти люди не так заметны и видны, вот первый заместитель руководителя, каковым и был Володин, это главный функционер этой всей структуры, и вот он-то и был смещен из администрации президента. Ну, традиционно вместе с ним должны были уйти и все его люди, а напомню, Хабиров был, конечно, плоти от плоти человеком Володина внутри администрации. Надо отдать должное Володину, что практически всех, кто желал продолжить карьеру в политическом пространстве страны, всех своих подчиненных он пристроил так или иначе, успешно или не очень, радио Хабирова было предложено возглавить город Красногорск. Ну, прямо скажем, предложение ниже среднего, небольшой город в Подмосковье, несмотря на всю его перспективность и близость к Москве, несмотря на то, что на территории находятся и вот эти все знаменитые районы, значит, Рублевский и шоссе и прочее, и прочее, несмотря на то, что перспектива у этого подмосковного региона колоссальная, конечно, это не ахти что. Хотя могло бы быть и хуже. Времена нынче суровые могли отправить радио Фаритовича руководить каким-нибудь внутриполитическим блоком в какой-нибудь Хабаровск. Но не случилось. И здесь, конечно, по поводу назначения Хабирова на Красногорск много всяких рассуждений, суждений и предположений существуют, кто-то сразу предполагал, что это некий трамплин в Башкирию, кто-то говорил, что это серьезное понижение в рейтинге и в ранге. Но, тем не менее, Хабиров неполных два года руководил городом Красногорском. В этот период он стал активным образом собирать команду. Случиться это могло по нескольким причинам. Это не обязательно нужно связывать с тем, что Хабиров знал или предполагал о своем назначении в Башкирию. Я думаю, что это не так. И тогда в 16-м году, конечно же, никаких прямых указаний на то, что Хабиров придет в Башкирию не существовало. Команда ему нужна была чисто функционально там. Надо же с кем-то работать, потому что это вам не в администрации президента интриги плести. Это уже, в принципе такая хозяйственная должность. Достаточно сложная, проблемная на самом деле. Подмосковье очень такой жесткий регион. И район, который ему достался, тоже был небезупречным. Вспомним, там, буквально перед его приходом подстрелили насмерть какого-то замглавы и прочее. То есть, ну, такой веселый район. Ну, Хабиров собирает команду как может. Собирает своих старых соратников. В Красногорск перемещается Ахмадинуров, которого окончательно доконали здесь в Башкирии ввиду того, что он всегда носил ярлык хабировского человека. Перебирается туда незабвенный Мурзагулов, о котором мы поговорим немножко позже. Ну, Мурзагулов перебирается туда не из Башкирии, а из Франции, где он отсиживался после суровых событий на курортах Кавказа. Также в Красногорск перемещается несколько людей, о которых мы, собственно, никогда и не знали о том, какие-то особые соратники Хабирова. Ну, я имею в виду Абдрахимов, я имею в виду Киреева. Киреев вообще загадочная фигура. Замглавы города Стрель-Тамака внезапно перебирается в Красногорск. В общей сложности в Красногорске было 22 заметных члена команды Хабирова. Местные уже начали немножко скрипеть зубами от того, что Красногорск стал похож на некий филиал Башкортостана. Ну, тем не менее, Хабиров последовательно перемещал туда своих людей, расставлял их на определенные позиции. Напомню, что поруководить Красногорском Хабирову довелось менее двух лет. И вот здесь мы уже подступаем вплотную к развенчанию некоторых мифов, связанных с Хабировым и с его, скажем так, способностями и свойствами. Так вот, один из первых мифов это то, что Радий Хабиров крепкий хозяйственник и очень, скажем так, квалифицированный администратор. Откуда бы этому взяться? Два неполных года на посту руководитель захолустного городишки, пускай даже в Подмосковье, не дают оснований для того, чтобы утверждать, что человек набрался какого-то чудовищного опыта и теперь, значит, в состоянии руководить четырехмиллионным регионом. Более того, отзывы красногорцев о периоде правления Хабирова, конечно, очень разнообразны, полярно противоположны, в большинстве своем, конечно, негативны. Я не буду говорить о том, что Хабиров провалил руководство в Красногорском, времена сейчас такие, что какая бы власть не пришла, она скорее не понравится, чем понравится населению. Заметных, настоящих, очевидных успехов, конечно, в Красногорске достигнуто не было, но и срок руководства этим районом был так невелик, что, наверное, ожидать было бы странно таких вот отчетливых побед. Конечно же, Мурзагулов сейчас рассказывает какие-то байки невелицы о том, как, значит, там, прообразился и расцвел Красногорск, однако, я бы не относился всерьез к этой очевидной пропаганде, это всего лишь исполнение циркового номера и исполнение установок по агитации населения Башкортостана, на самом деле надо очевидно констатировать, что воспринимать всерьез Красногорский опыт Хабирова нельзя. То есть, его как минимум не было, а как максимум он был негативным. Вот это один из мифов, которые нужно четко отвергать и не вестись на вот эту достаточно детсадовскую пропаганду, которую ведет Мурзагулов и его компания. И вот теперь мы уже вплотную приступаем к моменту назначения Хабирова на должность временно исполняющего обязанности руководителя Республики Башкортостан. 11 октября 2018 года внезапно Рустам Хамитов заявил о своей отставке и в течение последовавших суток Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности руководителя Республики Башкортостан ради Фарид Чахабирова. Ну, сказать, что это был гром среди ясного неба, это, наверное, не сказать ничего, потому что предшествующие 6-7 месяцев были характеризованы постоянными заявлениями о том, что позиция Хамитова стабильна, улучшается, что он не собирается идти в отставку, более того, ходили слухи о том, что он намерен идти на выборы 2019 года, в общем, конечно, все растерялись и шум был неимоверный, мы помним все эти пляски народные около памятника Салават Юлаева и так далее. Ну, вот, и еще более неожиданным было, конечно, назначение Хабирова. То есть, многие не могли поверить своим ушам, глазам, но, тем не менее, в республику приходит Хабиров, приходит сразу же со всей своей вот этой немногочисленной командой, причем многие из них, как говорится, переместились суда в Уфу, еще не уволившись со своих рабочих мест в Красногорске. То есть, это, конечно, было таким пожарным порядком делалось, это фактически напоминало какой-то десант. Ну, собственно, так это и характеризовалось в первые дни вот этого всего хаоса и веселья. и началась вот эта неизбежная, на мой взгляд, кадровая чехарда, неразбериха, воспоминания о прошлом. Всех немало позабавило, что в соцсетях у Радия Хабирова образовалось примерно пять тысяч одноклассников и десять тысяч одногруппников. Все с теплотой начали вспоминать о том, как они учились вместе, где-то там работали, пересекались и дружили. И это, несмотря на то, что еще несколько дней назад, наверное, все из этих ностальгирующих мило людей с опаской бы, наверное, произнесли фамилию Хабиров. Надо сказать, что Хабирову хватило ума и мудрости не повестись на вот эту первую волну лизоблюдства, которая традиционно захлестывает у нас вновь назначенных руководителей. У него, видимо, были более серьезные проблемы, они у него до сих пор есть. И самая главная проблема Хабирова, это, конечно, кадры. Ту команду, которую он смог переместить вслед за собой из Красногорска, назвать командой в полной мере, конечно, нельзя. Хотя бы потому, что численность ее столь незначительна, что считать ее достаточной для нормализации процессов руководства в республике невозможно. Напомню, Хабиров кратчайший срок расставил по ключевым постам своих людей, сколько было, столько и расставил. Он мгновенно поменял руководителя строительного направления, практически сразу сместил министра здравоохранения, вслед за ним сместил министра экологии и природопользования. Однако нетронутыми остались очень многие люди, которые, конечно, выглядят чрезвычайно токсичными в нынешней конструкции власти. Я имею в виду господина Тажетинова, некоторых других, которые, в принципе, конечно, смотрятся весьма нелепо на фоне нынешних заявлений новой власти. Я думаю, что со временем, конечно, и от них избавится Хабиров, но четко ощущается, что Хабиров начинает выдыхаться. он уже перестал всерьез критиковать ведомство, которое следовало бы покритиковать сейчас всерьез, потому что там накопилось вот этого токсического вещества. Я имею в виду, например, это Министерство культуры, это Комитет по спорту, многие другие, собственно, Минпром и прочее, прочее. То есть, вот эти вот ведомства, они, конечно, достойны пристального внимания и кадровых перестановок, однако, их уже не происходит. Очевидно, что у Хабирова не осталось в запасе кадров и очевидно, что он начинает немножко буксовать. Ну, посмотрим, что будет в начинающемся 2019 году. Возможно, эти перестановки продолжатся. Прямо перед окончанием новогодних каникул стало известно о том, что Хабиров смещает представителя в Москве от республики Башкортостан господина Самедова, что, собственно, было предсказуемо, потому что, ну, Самедов был равно бесполезен как Хамитову, так и Хабирову. Но, напомню, что скамейка запасных пуста, и вот эта ситуация чревата, в первую очередь, большими ошибками. Одну из которых мы уже наблюдали с Министерством здравоохранения, когда мы в течение двух месяцев уже видим фактически третьего министра здравоохранения в республике Башкортостан. Надеюсь, что новому третьему министру удастся зафиксироваться на этом месте, и он начнет плодотворно работать, потому что ключевое ведомство не должно претерпевать вот такой кадровой чахарды. В остальных ведомствах, конечно, дела идут хуже. Не знаю, насколько хватит решимости у Хабирова на дальнейшую смену руководителей. Кроме всего прочего, острым вопросом являются, конечно, руководители районов. Вот здесь совсем дела плохи, потому что Хабиров практически пошел по пути нейтральности и нейтралитета ко многим руководителям районов, которых пора бы давно уже сместить с этих должностей, которые не то, чтобы засиделись, а уже, условно говоря, проворовались. Но тут еще хуже обстановка. На региональном уровне у Хабирова совсем нет людей, и он практически не понимает, что происходит в районах. Тут, конечно, вступают в силу старые кадры, которые нашепчут все, что нужно, исходя исключительно из собственных интересов, а никак не из интересов районов или интересов оптимизации власти в районах и городах республики. Прежде чем продолжим мы говорить о тех подходах и тех процессах, которые идут с подачи Хабирова в республике Башкортостан, хотелось бы поговорить о тех белых пятнах в его биографии и о тех вопросах, которые возникают к Хабирову как к политику. И вот почему. Именно вот эти странные истории должны во многом характеризовать человека, его способности, его амбиции и ту методологию, которую он применяет при достижении поставленных перед ним задач. Не проанализировав поступки человека, невозможно понять и невозможно будет прогнозировать, что нам ждать от Хабирова на посту руководителя республики Башкортостана. Начну я с достаточно далекого прошлого. Во всей кутерьме, которая творится сейчас вокруг Хабирова и в связи с тем, что еще ни разу не было фактически никакого серьезного разговора о его карьере, о его трудовом пути, а это было бы очень необходимо на самом деле для политика такого масштаба. В общем-то, он должен отчитаться перед людьми о своем прошлом, как он пришел, зачем, почему. И вот в этом трудовом пути, в этой карьере, в этом жизненном пути у Хабирова есть ряд белых пятен. Одно из этих белых пятен это учеба в Турции, в Анкаре, в далеком 92-94 годах, Радий Фаритович Хабиров учился в университете Белькант, город Анкара. Это частное учебное заведение. Есть много вопросов к тому, кто фактически оплачивал обучение, проживание и пребывание в этом учебном заведении господина Хабирова. Есть две версии. Первая, что это делалось за счет бюджета республики Башкортостан по какому-то там обмену. Вторая версия, что это все оплачивалось правительством Турции. И тут встает вопрос, зачем и почему. Всего двое человек в тот момент отправились учиться в этот замечательный университет Белькант в Анкаре. Одним из них был фактически руководитель профсоюза студентов Радий Хабиров, который два года проучился в этом замечательном турецком учебном заведении. Обучался он по специальности права в магистратуре, закончил это обучение успешно. Три или четыре раза он выезжал из Турции обратно в Уфу домой, я так понимаю, на побывку. Вопрос, какую роль, в первую очередь и финансовую, ну и мотивационную сыграло здесь Минобразование Республики Башкортостан, отправляло Леону Хабирову или кто-то другой, или это была инициатива турецкой стороны. И вообще это достаточно нехорошо и подозрительно выглядит, сам факт того, что это не обсуждается, не объясняется и об этом не говорится. Второй вопрос к этой истории у меня достоверно стало известно мне после общения с очевидцами всех этих событий в Турции и с очевидцами этих событий в России, что непосредственное участие в организации вот этой учебы для башкирских представителей сыграл сын Ахмедзаки Валиди Субидей. Вот это для меня явилось очень большим в общем-то сюрпризом, потому что насколько нам известно, вообще фигура Валидова весьма спорным образом трактуется в нынешней современной истории Башкортостана. Очень неоднозначная оценка Валидова существует со стороны официальных властей, особенно учитывая, что это был 92-й год. Были свежи все вот эти отсылки к тому, что Ахмедзаки Валиди был совершенно не поощряем и не упоминаем даже еще свежей буквально вчера советской властью. И роль сына Ахмедзаки Валиди как организатора выезда на улучшение вот этих студентов из Башкирии, конечно, вызывает массу вопросов. Я не осмелюсь предполагать, что Хабиров является каким-то засланным турецким шпионом или каким-то агентом влияния, хотя бы потому, что его последующий трудовой путь и служба в столь серьезной организации, как администрация президента России, наверное, исключает всяческую связь с иностранными разведками и спецслужбами, хотя, как говорится, в нашем бардаке чем черт не шутит. С другой стороны, странно, достаточно ведет себя Хабиров в отношении турецкой стороны не так давно, буквально месяц назад он демонстративно проигнорировал визит консула Турецкой Республики и представителя торгпредства Турецкой Республики в Башкирию, причем проигнорировал как-то так очень уж тотально, то есть мог бы и встретиться хотя бы для галочки. Ну, в принципе, принято вообще-то, такие встречи организовывать и проводить. Я не знаю, почему этого не случилось, но в связи вот с этой историей, с учебой Хабирова в Турции, конечно, появляются вопросы. На мой взгляд, эти вопросы должны быть найдены ответы на эти вопросы, все вот эти домыслы и размышления на эту тему должны быть развеяны, чтобы у избирателя, кстати говоря, в последующем не возникало никаких вот глупых вопросов. это вот первое большое белое пятно в биографии Ради Фаредовича Хабирова. Вторым белым пятном хронологически для меня является роль Хабирова в истории с захватом фактически партии «Правое дело», который произошел в 2011 году. напомню, что партия «Правое дело» была организована Михаилом Прохоровым, олигархом и миллиардером, который в тот момент подумал и посчитал, что пора бы ему заняться политикой, стремительно организовал вот эту партию, влил в нее гигантские средства и начал двигаться в направлении избирательной кампании в Государственную думу, которая происходила в 2011 году. И вот в этот момент с партией «Правое дело» случилось страшное. Фактически ее разрушили руками нескольких функционеров самой партии, но, как известно, за этим стоял господин Володин и господин Хабиров. Фактически Хабиров здесь режиссировал все действия вот этих вот засланных казачков, которые и разрушили партию, приведя ее к полному краху. И здесь интересные конструкции вырисовываются. Ключевой фигурой по развалу партии «Правое дело» стал Рефат Шейхуддинов, ныне депутат Государственной думы от Республики Башкортостан по Краснокамскому Нефтекамскому избирательному округу. Так вот, этот господин Шейхуддинов, до этого, будучи депутатом Государственной думы от ЛДПР, вошел в это «Правое дело» и впоследствии фактически разрушил партию изнутри по заданию Радия Хабирова и господина Володина. Вот с этой историей связано очень много нехороших фактов, предположений и историй, потому что фигура Шейхуддинова, который впоследствии фактически получил вознаграждение в виде мандата депутата Государственной думы из рук самого Володина, и в 16-м году Шейхуддинов стал снова депутатом Госдумы. Так вот, этот господин Шейхуддинов, конечно, фигура очень странная, очень запутанная. Напомню, что в отношении него были возбуждены уголовные дела о предумышленном банкротстве ГУП, главное агентство воздушных сообщений, связанное с аэропортом Внуково. Дело было занято Сурковым и Володиным. Ущерб, который был нанесен этому ГУПу, тогда оценивался в 30 миллионов американских долларов. Общеизвестно, что господин Шейхуддинов фактически локализовал откуда-то взявшиеся деньги. Я не буду сейчас утверждать, что он совершил это преступление, потому что следствие так и не пришло к окончательным выводам и было закрыто. Однако мы помним, что господин Шейхуддинов является владельцем крупного недвижимого имущества Финляндии и многих других активов. Фактически никакого больше бизнеса за ним не числится, но тем не менее человек очень небедный. И вот он-то как раз и был связан с Хабировым в процессе этого разрушения партии правое дело в 2011 году. Об этой истории почему-то вообще ничего не говорится нынешними придворными биографами господина Хабирова и в преддверии выборов в сентябре 2019 года было бы очень актуально об этом поговорить, чтобы развеять опять же все мифы и если таковые вообще существуют. Я напомню, что мое абсолютное убеждение в том, что если человек вышел на эту публичную позицию на выборы в губернаторы, он просто обязан полностью дать всю информацию о всех своих обстоятельствах своей карьеры, не утаивать никаких нюансов и никаких деталей и тогда, кстати говоря, будет меньше вопросов и меньше предположений, которых масса вокруг подобного рода истории. Третья загадочная история в карьере Хабирова это Крым. Вот о роли Хабирова в присоединении Крыма к России практически не знает никто. Это самая загадочная страница в его биографии. Единицы людей знают вообще о том, что он принимал в этом участие. Я обобщил эту информацию из источников, которые участвовали в этих событиях. Некоторые из этих людей уже не живут в республике Машкортостан и даже не живут в Российской Федерации в силу разных причин было непросто на самом деле собрать вот эти данные, но я их приведу, зачитаю и уже как говорится оставлю на суд зрителей, потому что лично у меня не сложилась полноценной картины об этом эпизоде в карьере Хабирова, но тем не менее он был, он важен и важен, повторюсь, с точки зрения того, какие подходы и какие спецзадания Кремля исполнял Хабиров, чтобы понять нам потом, на что он будет способен, предположим, на посту руководителя Республики Башкортостан. Так вот, 2014 год, все мы помним, что в марте этого года произошло присоединение Крыма к Российской Федерации, но уже в феврале в Кремле был составлен подробнейший план по реализации мероприятий на полуострове Крым и радио Хабирова отводилась одна из ключевых ролей в этой операции. В частности, он был ответственным за транспортировку в Крым 14 тысяч флагов Российской Федерации и 10 тысяч шарфов в цветах российского флага. Логично было бы предположить, что на момент присоединения Крыма в Крыму было недостаточное количество триколоров российских, соответственно, надо было как-то решать эту задачу, и радио Хабирову как раз было поручено операция по доставке этих флагов, она была организована, это доставка гражданскими авиарейсами из городов России в Симферополь в чемоданах, и с 20 февраля по 10 марта было доставлено, повторюсь, 14 тысяч триколоров и 10 тысяч шарфов в цветах флага Российской Федерации. Они раздавались участникам мероприятий, жильцам квартир, окна которых выходили на требуемые улицы. Митинг в Севастополе с российскими триколорами прошел против фашизма на Украине, лозунги были «Путин наш президент», «Россия возьми нас обратно» и так далее. Позже на митинге была принята резолюция о том, чтобы оставлять налоги, собираемые в Симферополе на месте, ну и прочие экономические требования, организовать отряды самообороны, начать в Севастополе и Симферополе разбивать лагеря ополченцев. Именно все эти процессы Хабиров и контролировал, и организовывал. 25 февраля 2014 года под прикрытием бойцов морской пехоты Российской Федерации с казачьими дружинами водрузили на здание Верховного Совета Крыма Триколор, и в этот момент как раз Хабиров был ответственным за организацию проведения стихийного в кавычках митинга шествия по Симферополю к зданию Совета. Очень важные функции были доверены Хабирову Кремлем, и надо отметить, что это и есть та мера доверия, мера веры в способности ради Хабирова со стороны Кремля, то есть надо понимать, насколько Кремль доверяет ему такие сложные задачи, как большому специалисту по выборам, что немаловажно в контексте выборов 2019 года в Башкирии, была поручена подготовка к референдуму обучения членов УИК и проведению дня голосования. Как все мы помним, Крым был присоединен к Российской Федерации по результатам референдума, каковыми бы они ни были, но они признаны действительными и территория была присоединена к Российской Федерации. Так вот, процессы обучения были на Хабирове, обучения членов избирательных комиссий и вообще общий контроль за проведением голосования. Также Хабиров курировал встречи с представителями исламских элит России, с лидерами крымских татар. И ключевую роль в этом процессе сыграл некий Павел Зарифуллин, общественный деятель, евразиец, который помогал с контактами на местах, вел переговоры с имамами, а также эти переговоры с имамами проводил некий Равиль Хазрат Панчеев, муфти северо-западного региона России, который впоследствии напрямую отчитывался перед Хабировым о результатах этих переговоров. Вообще надо отметить, что Хабирову помимо доставки триколоров в Крым была поручена архиважная задача, а именно нормализация взаимоотношений между новыми российскими властями и крымско-татарской диаспорой. Задача сверхсложная, потому что именно крымские татары в тот момент были единственной силой, которая была бы способна противостоять новой власти. Крымские татары вызывали колоссальное беспокойство у российских властей, потому что они понимали, что это действительно сила. Там и молодежь, и крупные диаспоры, крупные финансовые возможности и так далее. Так вот, Хабиров был поставлен на это направление, он был выбран не случайно, хотя бы по этническим признакам, значит, человек нерусской национальности был в более выигрышной позиции, как переговорщик с этими крымско-татарскими элитами. Напомню, что крымские татары, в общем-то, имели традиционную проблему с местными властями, в том числе и с украинскими властями, а ранее до этого с советскими властями, и проблема это была в земле. В Крыму был традиционный самозахват земель, так называемые туалетные участки, когда там стихийно захватывалась территория, ставился какой-то туалет халупа, объявлялся недостроем, и дальше потихонечку приватизировался. Этих проблем у крымских татар была масса, и эта проблема была основной. Так вот, в процессе переговоров, судя по всему, лирам крымско-татарской диаспоры были даны обещания о том, что вот эта проблема будет решена новыми властями, их интересы будут удовлетворены, и примерно на этих условиях был найден консенсус, при помощи и Хабирова лично, и вот этих исламских авторитетов, которые были направлены на эти сложные переговоры. Показательно вот что. Помимо того, что очень важную роль доверили ради Фарид Чухабирова, помимо этого надо отметить такой момент, что впоследствии, когда власть в Крыму уже обосновалась, утвердилась и была легитимизирована, ни одно из этих обещаний выполнено не было. Земельный вопрос так и не был решен для крымских татар. опять же, выражаясь простым языком, их просто-напросто кинули. Был некий всплеск недовольства и даже противостояния, но момент был упущен, особенно рьяные активисты были самым жестким образом нейтрализованы, вплоть до физического устранения посадок в тюрьмы и так далее. В общем, конечно, у крымских татар жестко кинули. И напомню, что ключевую роль в этом процессе вольно или невольно, я не знаю, сыграл Радифарид Чахабиров. Нам нужно бы очень хорошенько задуматься над тем, каким образом человека характеризует подобный эпизод в его биографии. Хотелось бы, конечно, услышать объяснение и рассказ об этих событиях из первых уст. Здесь нечего стыдиться. Человек исполнял государственную задачу. Неплохо было бы услышать от него самого, как он трактует эти события. Повторюсь, я информацию собирал из уст тех очевидцев и участников событий, которые, скажем так, на данный момент не встроены в систему действующей государственной власти и потому, возможно, имеют некое предвзятое отношение к этим процессам. Повторюсь, хотелось бы услышать и противоположную точку зрения, если она существует. И в завершение поговорим о тех подходах, которые практикуются сейчас командой Хабирова, самим Хабировым, о связанности или несвязанности этих подходов с грядущими выборами и вообще какими могут стать эти выборы в 2019 году. С самого начала, с первого практически дня прихода к власти уже в 2018 году в Башкирии Хабиров начал интенсивно реформы, начал давать обещания, начал оглашать новые проекты. Я вот сейчас их перечислю, а дальше мы пойдем по списку. Первое, что случилось, это транспортная реформа в Уфе, которая наделала много шуму и привела к, прямо скажем, неоднозначным результатам. Далее перешли к вопросам медицины и обманутых дольщиков. Потом заговорили о благоустройстве городов, дворов и районов. Потом заговорили об оснащении уборочной техникой городов и муниципального хозяйства. Была оглашена программа ремонта всех подъездов в Республике Башкортостан и освещения практически всех городов там, где этого освещения недостаточно. Прямо так скажем, список грандиозный и, судя по всему, он еще не закрыт. В ближайшее время мы, видимо, услышим еще о каких-то громких проектах и проектах новой власти. Отличительной чертой всех этих проектов является неопределенность с источниками финансирования, потому что, если сложить в сумме все вот эти затраты, которые предусматриваются по этим проектам, там уже набегает миллиардов, наверное, так 50. Этих денег, безусловно, в казне нет и не предусмотрено бюджетом ни 19-го, ни 20-го годов. Где они будут изыскиваться, совершенно непонятно. Были, правда, там туманные какие-то обещания по поводу каких-то совершенно космических денежных вливаний со стороны Путина, но это пока все формальные проекты на уровне какого-нибудь народного фронта, а не на уровне статей бюджета. Надо отметить, что, конечно, подобный набор обещаний, он, безусловно, очень нарядно выглядит с точки зрения оживления общественной жизни, политической жизни в Башкирии, которая в период позднего Хамитова, прямо скажем так, приутихла, но и опасений вызывают эти проекты немало. Они, в первую очередь, несут опасность самому Хабирову в том смысле, что неисполнение столь громких и столь ярких обещаний всегда чревато и разочарованием, и претензиями со стороны населения. Возьмем некоторые из этих прожектов, чтобы попытаться понять их исполнимость или неисполнимость. Я, как человек, давно занимающийся проблемой обманутых дольщиков и глубоко понимающий причины и природу этих проблем, могу начать, естественно, с этой истории. Это дольщики. Судя по тому, что мы услушали в последние месяцы ушедшего 2018 года, в ближайшее время у нас ожидает бум строительства и достраивания этих объектов. А именно, согласно плану, который был оглашен на заседании правительства, каждый квартал 2019 года будет вводиться 16 домов недостроенных в рамках этих проблемных объектов. Я абсолютно не верю, что это возможно, потому что они торжественно достроили 5 или 6 уже построенных фактически домов, которые были в готовности 95 и больше процентов, а вот остальные дома, то они будут посложнее. И уже к концу января, по плану, они должны сдать первые 16 домов проблемного строительства. Ну, в общем, это, конечно, совершенное самоубийство. Не знаю, как будут оправдываться и возможно ли, скажем, нивелировать неисполнение этой проблемы, этой задачи путем увольнения очередной порции каких-нибудь функционеров из госстроя. Я думаю, что дольщикам глубоко наплевать на фамилии тех, кто руководит этими ведомствами, им подавая исполнение вот этих обязательств. 16 домов в месяц, будьте добры, вы недоположны. Далее, конечно, еще более нарядные проекты, это ремонты подъездов, которые прозвучали в конце декабря, но тут такая каша и такая путаница цифр и планов, что это больше походило на предвыборную агитацию, чем на серьезную хозяйственную работу. И здесь тоже, если внимательно и дотошно начать контролировать исполнение вот этих всех обязательств, то, конечно, дебет с кредитом никак не сойдутся, хотя бы потому, что непонятно, кто будет исполнителем этого проекта, на каких условиях это будет происходить, кто физически будет отвечать за эти все вещи, и кто это будет все реализовывать. Ну и освещение городов, благоустройство. Благоустройство у нас свелось к тому, что пожарным порядком в центре Уфы спилили все качели старого образца и установили качели нового образца. Тут, конечно, ума много не надо, были бы деньги на закупку этих декоративных вещей. Было закуплено 39 единиц техники для города Уфы для очистки снега, а снега в этом году, слава богу, в Башкирии и в Уфе немного. Тут новый мэр Уфы Мустафин, прямо скажем так, выдохнул с облегчением. Однако, асфальт у нас в Уфе скребут с остервенением, и нельзя сказать, что у нас вообще какие-то есть проблемы со снегом в Уфе. Вправились, вопросов нет. 39 автомобилей закуплено. Не очень хорошо получилось с медициной, потому что два подряд новых министра и предыдущие, которые буквально недавно был оттуда выгнан, не справились с простейшими задачами покупки необходимой медицинской техники даже при наличии денег. Я напомню, что в полном объеме скорой помощи для республики Башкортостан как было запланировано не закуплено. Попытались там замазать эту историю торжественным вручением тех машин, которые были куплены за федеральные деньги, но люди, знающие ситуацию, конечно, не были введены в заблуждение. Напомню, что несколько десятков машин скорой помощи так и не были куплены для республики Башкортостан в 18-м году, что я вот сейчас отношу к должностным преступлениям, которые на самом деле несут угрозу жизни и здоровью большому количеству людей. В принципе, этим вопросом, наверное, должна заниматься прокуратура. Ну и всевозможные вот эти вот декоративные истории, которые нам также обещаны командой Хабирова, это освещение городов, какие-то 8 тысяч новых лампочек внезапно вкрученных в течение недели и так далее. Это мне очень сильно напоминает знаменитую многолетнюю аферу в Нью-Йорке, когда нью-йоркская мафия несколько десятков лет якобы бетонировала Нью-Йоркскую бухту. Как потом выяснилось, они этого не делали, но зато очень здорово все это актировали. Освещение городов и улиц может превратиться в подобную историю, потому что в отсутствии должного контроля за расходами и за выполнением таких планов, тут, конечно, можно делать все, что угодно. Ну и транспортная реформа Уфы, самая громкая первая история, которую огласил Хабиров, прямо скажем, вопросов осталось достаточно много. Насколько последовательно смогут они довести до ума вот эту историю, это очень важный момент, потому что Уфа это все-таки четверть населения республики, это самая большая транспортная напряженность в республике и способность или неспособность решить эту проблему, конечно, во многом охарактеризует новую власть, если уж заявились, как говорится, доводить до конца. На словах все, в общем-то, прозвучало очень здорово, на деле пока не до конца здорово. Ну, я думаю, что еще пару-тройку месяцев и можно будет делать окончательные выводы о том, что смогли или не смогли они с этим справиться. Ну, и попробуем подытожить сказанное. Безусловно, это не все, о чем стоит и стоило бы говорить в контексте Хабирова. Я думаю, что мы многократно еще будем возвращаться к фигуре временно исполняющего обязанности главы республики Башкортостан. Что же планирует Хабиров делать в сентябре 2019 года? Судя по тому, что мы услышали до сих пор, он вообще ничего не планирует делать. Главный пиарщик Хабирова Мурзагулов в эфире радио Эхо Москвы вообще сообщил, что Хабиров не знает о том, что в сентябре будут выборы и тем более не собирается ничего делать для того, чтобы победить на выборах. Но это как минимум лживая и циничная позиция самого Мурзагула, потому что наделять своего шефа подобными качествами, качествами человека, который игнорирует своих избирателей и не собирается агитировать на выборах, но это как минимум большая ошибка, а как максимум подлость. Вообще мне непонятно вот эта фигура вот этого Мурзагула на посту обер-пиарщика Хабирова. Настолько это разнокалиберные фигуры, потому что Хабиров действительно крупная федеральная фигура с большим, хорошим опытом, по крайней мере, политическим опытом, который, конечно, не замещает административно-хозяйственного опыта, но тем не менее оказывает большое влияние. А Мурзагулов это такая достаточно мелкая эпизодическая фигура политического авантюриста, который, если его сравнивать с Хабировым, это, в общем-то, белый карлик. И почему Хабиров так зависит от Мурзагула, почему он его за собой повсюду таскает, особенно учитывая, что еще в августе 2018 года Хабиров с треском вышиб Мурзагула из администрации Красногорска. В общем-то, все это было достаточно громко и, так скажем, постыдно. Как так Мурзагулов там очаровал Хабирова вновь, какие силы, я не знаю, может, это там Сидякин чего-то нашептал, так как все-таки Сидякин с Мурзагуловым они давние компаньоны по бизнесу, может быть, он убедил Хабирова, но не знаю. Я абсолютно уверен, что концепция на выборах, конечно, у Хабирова изменится. Я думаю, что он добросовестно поучаствует в выборах в качестве полноценного кандидата на выборах в 2019 году в сентябре. Более того, хотелось бы на самом деле видеть выборы в Башкирии по-настоящему конкурентными, потому что, ну, как говорится, не может быть так, чтобы был единственный претендент на пост главы Республики Башкортостан. Я ни в коем случае не говорю о декоративных претендентах типа Рафиса Кадырова или Айрата Дельмухаметова. Айрат, Рафис, рази богу, только не обижайтесь на меня, мы с вами знакомы лично, но я не вкладываю ничего негативного в этот эпитет декоративный, я просто вещи своими именами называю. Я говорю о том, что, конечно же, на выборах руководителя Республики Башкортостан должно быть присутствовать более двух, вернее, хотя бы более одного реальных претендентов на этот пост. Страна устала от безальтернативных выборов, люди уже остро раздраженно реагируют на не просто фальсификации на выборах, а на профанации выборов. Нужно отдавать себе отчет, что выборы возвращаются в Россию, и выборы должны быть нормальными выборами. И никто, как Радий Фаридович, этого лучше понять не может. Человек с такой квалификацией по выборным вопросам должен понимать, должен чувствовать настроение населения и чувствовать тренды в стране. Страна меняется, Башкирия тоже меняется, и я очень надеюсь, что выборы главы Республики Башкортостан пройдут честно, альтернативно, и их результаты будут залогом того, что новая администрация, новая глава Республики Башкортостан будет это Хабиров или это будет не Хабиров, будет залогом того, что эти люди выбраны, этот человек и эти люди выбраны законно, правильно и ко всеобщему удовольствию. это будет залогом того, что новая власть в Республике будет работать эффективно, спокойно, не будет вынуждена без конца оправдываться своей нелегитимности, фальшивости и так далее. Вспомним выборы в кавычках выборы Хамитова в 2014 году. Это же был цирк. Соответственно, наверное, теперь больше такого цирка повториться не должно. Я буду глубоко опечален, если на выборах в 2019 году в сентябре 2019 года мы увидим гигантскую фигуру Хабирова и вокруг него пятерых лесников, которые будут изображать конкурентную борьбу. В общем, надеюсь на то, что Хабиров в состоянии это понять, в состоянии правильно прогнозировать результаты и в состоянии нормально бороться на выборах, а не как заявляет его пиарщик Мурзагулов, что он даже не знает про выборы, и не собирается в них участвовать. Я думаю, что и знает, и собирается, и будет. Будем надеяться, будем анализировать, будем пристально следить за всеми фигурами на политической арене Республики Башкортостан и впереди у нас еще более глубокий анализ и ситуации людей, которые пришли к власти в Республике Башкортостан сейчас. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова